Я хочу вам рассказать о нашей идее интернет-приложения цепновой семейной архитектуры, условное название, чисто вовремя, в общем, данные, надеюсь. Может быть, мы... Попробуйте сейчас, сейчас переключается. Значит, предыстория. В прошлом году, сентября прошлого года, и по февраль этого года мы реализовывали проект, который назывался «Цифровой семейной архитектуры». И целевой аудиторией этого проекта были пожилые люди. Идея заключалась в том, чтобы пожилые люди приходили к нам, мы их учили работать на компьютере, они приходили со своими документами, какими-то фотографиями или какими-то историческими документами, которые дома сохранились, писали воспоминания или какие-то семейные истории устанавливали в памяти. Все это оцикловывалось, значит, набирались тексты, и в результате появляются такие вот электронные... электронные архивы семейные, какая-то отдельная история семейная. Значит, эти материалы мы выложили на нашем сайте, но... вот, собственно, как это все происходило, вы можете посмотреть. Видно, да, там какие-то... В Пикассо обрабатывались документы, делали заколажи и так далее. Сканировали, значит, один актер, оцифровали, сканировали. В Орде они создавали тексты и вставляли фотографии, и в этом, собственно, была самая большая проблема. Но здесь я перечисляю проблематику, да? Почему пожилые люди активно, действительно активно осваивают сейчас компьютерные технологии. Я вам скажу, в Питере 25% населения Санкт-Петербурга это пожилые люди. Во всех районах города сейчас организовывают компьютерные курсы для пожилых. Почереди там колоссальные. Да, то есть люди активно, действительно, приходят, учатся и пользуются компьютером, кто как может, и у них появляются эти компьютеры. Дети дарят, многие дарят или сами покупают. У многих тоже есть такая возможность купить компьютер. Значит, почему? Понятно. Они просто разнообразят свою жизнь. Общение, поиск информации, что-то сделать на компьютере, это всем интересно. И пожилые этим очень увлекают, потому что у них много времени для этого. А они привыкли всю жизнь чем-то заниматься. И нужно продолжать чем-то заниматься в своей жизни. Жизнь продолжается. Значит, пожилые люди являются не только свидетелями эпохи, они являются носителями информации предыдущих поколений. Все мы можем рассказать что-то про себя, про своих родителей, про свою бабушку, максимум про бабушку. А что было там раньше, практически уже никто ничего вспомнить не может. Значит, и вот эти вот материалы, вот эта информация, она очень важна для нас всех, потому что это то, на чем воспитывается нынешнее поколение, то, на чем будет воспитываться будущее поколение. Вот здесь, в основном, это молодые люди. Я думаю, что вам всем было бы интересно услышать, увидеть, прочитать какие-то воспоминания ваших родителей, ваших бабушек и дедушек. Что-то узнать про своих прабабушек и прадедушек. У меня, например, есть фотографии мои про прабабушки, и никто не знает даже, как ее зовут. И кто уже этого не в помощи. Ну и самая главная проблема, и самый главный, значит, как бы, важный момент, который, и он... И все...